Дорогие друзья, я немножко хотел сказать о себе. Меня звать Сергей Холостов. Родился я и вырос в Казахстане. В 20 лет приехал в Америку и через две недели пошел на работу. Потом где-то год отработал в одной компании и после этого меня пригласили на другую работу. По real estate и я устроился там, туда устроился, в ту компанию и 18 лет уже на том месте я работаю. И поскольку мы начали заниматься больше real estate, я стал больше вникать в это. И наша компания, наш бизнес, он еще small business. И если вы знаете, что small business идет еще до уровня, пока у тебя нет полторы тысячи employees, то он у тебя еще считается small business. И поэтому мы далеко-далеко еще не на таком уровне. Наш бизнес находится в трех штатах, где мы приобретаем определенную недвижимость, коммерческие здания, после этого сдаем в аренду, ремонтируем, менеджаем для других людей. Ну в общем вот так вот немножко кратко о себе и о нашей работе, о нашей компании. Я являюсь одним из овнеров этой компании и не считаю себя великим бизнесменом. Но читая Слово Божие, я просто хотел обратить внимание на некоторые основы, что вообще говорит Библия о бизнесе. И вот я вижу постарше люди, когда мы еще были в постсоветском пространстве, в СНГ, мы когда слышали, что человек какой-то верующий, занимается каким-то бизнесом, у нас всегда складывалось впечатление, что что-то там неправильно, где-то там какой-то обман, что-то там нечестно, что-то там еще что-то. Но сегодня, когда мы живем уже в других условиях, в капиталистической стране, в которой очень много small businesses, мы замечаем о том, что много верующих людей, христиан, которые открывают свое дело, свой бизнес и ведут его определенным путем. И есть определенные правила. По сути дела, любой человек может взяться и вести этот определенный бизнес в мире этом, который люди совершенно не знают Бога. Но вести бизнес, вот как ведут все остальные люди, неверующие люди, не знающие Бога, и вести бизнес, как учит Слово Божие, это не одно и то же. Есть между этим разница. Вообще, что говорит Библия о бизнесе? Если мы читаем Слово Божие, мы можем найти некоторые определенные примеры людей, которые каким-то образом занимались. И может быть, на то время это не называлось бизнесом, и мы обратим на некоторое внимание об этом. Мы учим в наших церквях о спасении. Мы учим о том, чтобы люди поклонялись Богу, чтобы сегодня конгресс этот, который мы хотим, чтобы как можно больше людей больше молилось, больше приближалось к Господу в молитве. Мы учим молодые семьи, перед тем, как они вступают. Мы учим тех, которые уже вступили в семейную жизнь. Мы учим, как христиане должны вести себя. Я думаю, что пришло время, когда нам нужно поговорить немножко о том, что значит вести бизнес, и как Библия смотрит, и что Библия об этом говорит. Я думаю, что мы так, наверное, сделаем. Я где-то буду вести, может быть, ну где-то около 35 минут в среднем, и потом где-то 25 минут мы оставим на вопросы-ответы, если у вас будут какие-то вопросы-ответы. Если вопросов вообще не будет, ну значит у вас будет больше фри-тайм, вы можете заниматься своими делами. Итак, что говорит Библия, и вообще что означает это само слово? Само слово «бизнес» означает, это английское слово, по сути дела, и переводится оно как «дело, занятие, деятельность, направленное на систематическое получение прибыли». Специально написали на двух языках, чтобы, может быть, потому что некоторые выражения довольно сложные для понимания, поэтому вы можете смотреть об этом. Итак, что говорит Библия о бизнесе? Я думаю, что если мы откроем Священное Писание и будем читать из этого Священного Писания, первое, что мы можем найти или обратить внимание, это жизнь Иосифа. Жизнь Иосифа. Смотрите, что получается. Иосиф заготавливает хлеб во время изобилия, и когда пришло время голода, то он, продавая этот хлеб, спасает весь народ египетский, в то же самое время он приобретает практически всю землю египетскую и приобретает всех людей, которые живут. И плюс ко всему, что он еще сделал? Пятую часть от дохода должны были приносить фараону. Правильно? 20%, по сути дела 20%. Кто знает, сколько мы в Америке платим наш подоходный налог? Какой процент? А? Погромче. Да, кто как, да. В зависимости от вашего дохода, да. Нет, да, от штата тоже зависит, есть федеральные. Но вот в то время это уже было. Смотрите, если мы посмотрим на жизнь Иосифа, то мы увидим, как он строил свой план или как он делал это. Мы можем даже сказать и обвинить Иосифа, сказать, Иосиф, ты воспользовался голодом, ты воспользовался нуждой народа египетского для того, чтобы все приобрести. Честно ли это? Давайте посмотрим. Смотрите. 7 лет изобилия. Иосиф по всей земле собирает хлеб. Откуда? С полей фараона. Те, которые принадлежали фараону. Он собирает. Он строит житницы. Все люди, которые окружали это место, они видели, что Иосиф что-то делает. Но никто не приложил старания узнать или сделать себе что-то подобное. И когда пришло время, когда голод усилился, когда у людей уже не было пищи, они начали приходить и говорить, Иосиф, мы погибаем, мы умираем, нам нужно приобрести хлеб. Он говорит, хорошо, приводите свои стада. Приводят стада. Проходит немножко время. Хорошо. Свои земли. Они вам принадлежат, но вы будете платить определенный налог. И если мы читаем 47 главу, то весь народ израильский, извиняюсь, египетский, не обвинил его. А он сказал о том, что ты спас нам жизнь. Почему? Потому что он вел себя честно. Он вел себя честно по отношению ко всему народу египетскому. И все, что он делал, они все видели и понимали, что Иосиф вел дело честно. Итак, мы можем взять его в пример. Иосиф был один, так сказать, из таких вот, вел крупный большой бизнес всей этой страны. Второе. Помните, когда Иисус Христос шел и когда Он призывал учеников, то Он проходит мимо Якова и Иоанна, сынов Зеведеевых, которые вместе со своим отцом вытащили сети, починивали. Возле лодок были они. И отец их вместе с ними, работники там были. Иисус проходит и говорит, пойдемте за мной, последуйте за мной. И они последовали за Иисусом Христом. Их бизнес был ловить рыбу. И таким образом они могли существовать. Третье, если мы можем прочитать, мы можем сказать, ну это как-то может быть одно Ветхий Завет. Яков и Иоанн, они были до Христа. А что же было после Христа? Давайте мы еще возьмем один пример. В деяниях описаны пример Акила, Прискила и Павел. Помните, когда Павел пришел в Каринф, и он находит этих людей, и он останавливается у них, и он вместе с ними работает. Чем они занимались? Они шили палатки. Это был их бизнес. Они это делали для того, чтобы им существовать. Поэтому, если мы можем, обратив внимание на Слово Божие, то мы видим о том, что в Библии есть люди, которые вели свое дело. И дальше мы посмотрим о том, как Бог смотрит на это, и может ли вообще христианин иметь бизнес. Можно ли христианину вести? Можно ли в этой стране совершать этот бизнес честно? Итак, есть некоторые правила, которые существуют в ведении любого бизнеса. Любое отношение, любые действия, которые мы делаем. Если мы хотим, чтобы у нас была хорошая репутация. Если мы хотим, чтобы у нас наше дело продвигалось, чтобы мы могли расти в этом. У нас первое, что должно быть, это честность. Честность по отношению к клиенту. Книга притчи написана так. Неверные весы – мерзость пред Господом. Но правильный вес угоден ему. Итак, мы видим жизнь Иосифа, мы видим потом жизнь апостолов, мы видим жизнь Акилы, Прескилы, Павла. И все они были честные. За счет того, что они были честные, их бизнес был Богу угоден. Они делали свое дело правильно. Итак, это очень важно. Второе, что очень важно, и очень часто это можно сейчас встретить, даже в нашей стране, когда мы не всегда уплачиваем те налоги, которые обязывают нас государство, в котором мы живем. Итак, римлянам в 13 главе сказано. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк. То есть, по сути дела, здесь говорится о наших income tax, о наших таксах, которые мы должны платить. И это тоже нужно делать честно. И это нужно, я знаю и понимаю, что можно провести так свой аккаунтинг, сделать, что ты можешь чуть меньше заплатить, можно еще какими-то путями обойти. Это все можно сделать. Но будет ли это честно перед Богом? Лучше сделать для того, чтобы твоя репутация, чтобы твоя совесть, чтобы не идти на компромисс со своей совестью, лучше сделать все правильно. Те, которые жили в Советском Союзе, они знают все эти, так сказать, трудности и проблемы, которые могут возникнуть с государством, когда ты что-то делаешь не так. Здесь в этой стране мы тоже видим и знаем о том, что, кстати, ну я не знаю, насколько это все достоверно, но если вы не уплатите таксы или подоходный налог ваш, который обязывает, то вы попадаете под уголовное расследование, потому что вы не платите налоги. И, допустим, когда происходит foreclosure или еще что-то, когда бизнес какой-то закрывается, первый, кто имеет право, так сказать, на все то, что распродастся, все то, что останется от бизнеса, первый это IRS. Они первые забирают свой, так сказать, свою часть. Они первые забирают, а потом уже всем остальным, когда что и будет. Итак, если ты христианин, если ты хочешь иметь бизнес, если ты хочешь иметь любое дело, которое ты делаешь, честность, оплата налогов и третье, что очень часто встречается, особенно сейчас здесь, в нашей стране, мне приходилось несколько раз уже встречаться о том, что говорят, что вот там вот мы поработали, у такого-то человека он нам не заплатил, он нам не выплатил, он нам не сделал то, о чем была договоренность. Я здесь хочу сделать одну, так сказать, оговорку. Смотрите, что иногда происходит, иногда те люди, которые работают, и которым мы должны какую-то сумму определенную выплатить, да, они ожидают о том, что, ну, я сделал чуть больше, ну, я сделал еще что-то. И в своем уме они представляют о том, что мы должны заработать намного больше, о чем мы договорились. И когда приходят, получают пейчек, они смотрят и говорят, о, а почему нам меньше? Знаете, здесь очень хорошее место, помните, Иисус Христос притчу привел. О виноградаре, которого нужны были рабочие виноградники. И он утром вышел, нашел людей, позвал, они пришли, работают. В обед вышел, после обеда, к вечеру вышел, и уже один час до конца работы он вышел, собрал. И когда все пришли потом получать, он начал с тех, которые проработали один час. Сколько он им дал? Ровно столько. Сколько он дал и тем, которые утром пришли работать. А те, которые утром, что они подумали? Ну, мы больше получим. Почему? Ну, потому что у нас мы больше поработали, мы больше потрудились, мы больше вложились. Значит, нам должно быть больше. Но, дорогие друзья, я не знаю вообще, здесь есть кто-то, кто ведет свой бизнес? Бизнесмены есть? О-о-о-о, все. Так что давайте, выходите все сюда, и мы будем все вместе подсказывать, объяснять, как и что, почем. Вот. Так что, братья, смотрите, своевременная выплата заработной... О! То есть вы меня не слышали? Это я, значит, зря так много говорил, да? Вот. Значит, три основных пункта, их намного больше, их намного больше. Но, если ты христианин, у тебя должна быть, самое первое, честность. Честность по отношению во всех сферах, с которыми ты только соприкасаешься. Вторая, оплата налогов. И третья, timely payroll. Своевременная выплата заработной платы. И это очень-очень важно. Смотрите, если мы занимаемся каким-либо определенным бизнесом, то у нас есть ответственность административная и уголовная перед нашим государством. Это то, что мы должны иметь всегда в виду. Это все то, что мы должны понимать. Вот. Но есть вопросы, которые можно спрятать, которые можно, ну, не совсем, так сказать, честно поступить, не совсем открыто поступить, за которые нам нужно будет отвечать перед Богом. Поэтому, если вы христианин, если вы верите Богу, вы знаете о том, что придет время, когда вы можете сказать, ну, перед законом я чист, я, в общем-то, все сделал. А в душе вы будете понимать о том, что вы что-то сделали не так, вы где-то не так поступили, что-то еще сделали не так. Так вот, Бог будет за это спрашивать. Поэтому нам всегда нужно помнить о том, что мы ходим пред Богом. Никогда, дорогие друзья, братья, сестры, молодежь, вот, которые, может быть, вы еще только думаете о том, может быть, мы будем какой-то иметь свой бизнес или еще что-то в будущем, никогда не идите на компромисс со своей совестью. Если вас совесть осуждает, если вы не уверены, что это правильно, вы не делайте так, чтобы нарушился мир вашим, внутри вас, ваше отношение с Господом. Это вот, ну, как бы такая первая часть, это как бы больше духовно, что, о чем я хотел показать, это то, что Библия не запрещает ведение бизнеса, но Библия предупреждает, как это нужно делать. Нужно иметь честность пред Богом, честность пред людьми, чтобы вести этот бизнес. Дальше, если мы посмотрим на некоторые опасности, и я думаю, что те братья, которые подняли руки, которые уже ведут определенный бизнес, я думаю, что вы понимаете, что есть определенный риск в том, что мы делаем, или в том, что мы начинаем делать. И я сделал для себя такую небольшую выписку из Small Business Association. Они говорят о том, что разные данные, но приблизительно average, где-то 30% новых бизнесов закрываются в первые два года. Более 50% закрываются в течение пяти лет, и больше 66% закрываются через 10 лет. То есть умение или подход ведения бизнеса, он во многом зависит от того, как мы его строим. И когда мы решили открыть какой-то бизнес, то мы понимаем о том, что у нас есть определенный финансовый риск, потенциальная опасность, недополучение прибыли или дохода от того, чего мы вкладываем. Обычно, когда мы начинаем свой бизнес, у нас нету больших, так сказать, банковских аккаунтов, вернее на банковском аккаунте больших сумм. Мы обычно занимаем где-то у кого-то, занимаем у банка, может, берем какой-то лон, может быть, ходим по нашим братьям, сестрам, всем соседям, собираем для того, чтобы вложить. И мы надеемся о том, что это все пойдет хорошо. Но не всегда так бывает. Поэтому, когда мы решаем или принимаем решение о том, что мы хотим начать свое дело, начать свой бизнес, то есть определенный риск, финансовый риск. Если те, которые уже братья или сестры, которые уже семейные, вы понимаете о том, что когда вы открываете бизнес, когда вы начинаете вкладывать, вы не только с собой рискуете. Ладно, если вы один, и у вас забрали апартмент, машину, вы купили себе велосипед или где-то на гаражке купили, вы можете передвигаться каким-то образом. Но если у вас еще семья, дети, вы понимаете о том, что вам надо где-то жить, вам нужно кормить семью, все остальное. Поэтому в этом есть определенные риски. Те, которые, братья, уже ведут этот бизнес, они понимают, что это может произойти. Второй пункт. Кто нам мешает вести бизнес? Или кто нам помогает вести бизнес? Наши конкуренты. Они очень-очень строго следят за тем, что мы делаем, как мы делаем. И если мы не будем заботиться о том, чтобы быть на должном уровне, то у нас обязательно это все уйдет. Допустим, давайте приведем пример. У кого флэпфон есть? Есть у кого-то еще флэпфон? Вот представьте себе, давайте какую-нибудь компанию возьмем, XYZ компания, она выпускает флэпфон. И проходит время, айфон уже выпускает вот такие. А XYZ компания, они говорят, что мы очень качественно делаем флэпфонс. Как вы думаете, сколько у них будет потребителей? Сколько людей придут и купят эти флэпфонс? Намного меньше, правильно? То есть она уменьшается. Мы знаем о том, что если бы был первый телефон, нужно было с собой носить еще чемодан с батарейками с этой стороны, там клавиатуру носить или еще что-то, и там вот такой вот кирпич такой большой был, это был первый телефон. То сейчас у нас в этом телефоне иногда больше, чем в нашем компьютере можно сохранить и способности, которые есть у этого телефона. То есть мы всегда должны смотреть и знать о том, чем занимаются наши конкуренты, как мы можем с ними работать и что они делают. Третье, это я уже в принципе немножко поговорил об этом, предпочтение потребителей или consumer's preference. В сегодняшний день вы тоже может быть замечаете о том, что очень много людей, которые фастфуд, особенно быстро начинают разрастаться, потому что люди хотят что-то быстрее, чтобы долго ни за чем не задерживаться. Как я уже говорил о том, что вот эти даже телефоны, наши компьютера и все остальное, это все очень быстро меняется, очень все быстро проходит, поэтому мы должны всегда за этим следить. И четвертое, особенности законодательства, у кого братья есть, бизнес по покраске. Кто занимает, есть? Вот один вот есть, да, вот еще есть братья. Помните, когда пришел этот закон, let base paint? Свинец в краске, если он находится, то нужно совсем по-другому делать. Там нужно его так затейпать весь этот дом, пошкурить, чтобы вдруг пыль не вылетела, все остальное, всех из дома выселить и все остальное. То есть очень много законодательства, очень много или жесткие правила поставило по этому поводу. И те, которые, пейнтерские компании, которые не исполняют это, или пренебрегают этим, или у них недостаточно экипмента для того, чтобы делать, то они, скорее всего, окажутся за дверями. Они, скорее всего, останутся за дверями, так сказать, бизнеса, и это может особо повредить. Пятое, братья, которые ведут свой бизнес, я думаю, что вы понимаете, это люди одинокие. Они испытывают одиночество. Почему, вы скажете, у них вроде столько друзей и все остальное. Знаете, потому что их никто не сможет понять. Чего ты не спишь ночью? Почему ты думаешь об этом, об этом? Что тебя тревожит? Они не могут понять, почему ты переживаешь о том, что зарплату тебе нужно заплатить, или тебе нужно какой-то экипмент заплатить, или для того, чтобы ты видел, что твой конкурент, он уже начал выпускать, я не знаю, еще лучше, чем вот эти телефоны. Тебе нужно следить за этим. Ты думаешь, как это можно сделать. Когда часто ты думаешь о том, что, я не знаю, вот знаю некоторых братьев, у них свои траки есть. Трак где-то сломался, еще что-то. Водитель где-то там, я не знаю, аварию какую-то сделал, или еще что-то. Почему ты переживаешь? Все остальные пришли, даже те, которые работают в офисе, они пришли домой, спокойно спят, они занимаются своими делами. А у тебя переживания. Ты думаешь одно, другое, третье. Потом еще одно, а не все вас поймут, это критика. Они будут критиковать, как вы ведете дело, как вы обращаетесь с людьми, как вы говорите, на какой машине вы ездите, какой экипмент вы покупаете. Обо всем, обо всем этот будет критика. И к этому нужно быть готовым. Дорогие друзья, молодежь, те, которые желаете начать свой бизнес, подумайте. Хватит ли у вас силы противостоять критике? Это один из самых сложных, ну, наверное, таких пунктов, когда мы понимаем о том, что нам кажется, что мы себя всего вкладываем, мы стараемся все, чтобы было. Мы вкладываем в то, чтобы все были довольны. Мы стараемся все сделать максимально честно. Но другой человек, который со стороны, или, может быть, даже у нас работает, или со стороны, он просто смотрит и говорит, «Нау, я бы так не делал». Вот он вот это сделал плохо, вот это сделал, вот это, вот это, вот это, вот это, все сделал плохо. И мы должны быть к этому готовы, потому что нам нужно объяснять всем. Мы не сможем, потому что если этот человек никогда этого не испытал, то он, скорее всего, не поймет. Поэтому иногда мы опять, вот эта критика и одиночество, они между собой очень связаны. Но существует для этих одиноких людей, существуют определенные клубы, куда они приходят, собираются. Все там бизнесмены, вот в нашем городе есть этот Spoken Club, где собираются бизнесмены, там лаера собираются. И вот они между собой пообщались, друг к другу в жилетку поплакали и пошли опять на свои работы. Вот, следующее. На что бы я хотел обратить внимание уже к нам, как к христианам? Бизнес затягивает. Это я взял в кавычки, в том, как бы, переносном смысле. Что здесь происходит? Мы понимаем о том, что за счет того, что мы очень много своего времени посвящаем для того, чтобы наш бизнес работал, чтобы у нас все было хорошо. Мы посвящаем очень много времени для этого. У нас, если мы семейные, у нас не всегда остается время для семьи. Если мы занимаемся каким-либо служением, у нас не остается время для служения, у нас не остается время для сна и все остальное. И это неправильно. С одной стороны. С другой стороны, мы должны заботиться о том, что мы должны поставить определенные рамки, определенные границы, до чего или что мы можем делать. И как Слово Божие нас учит о том, чтобы мы не забыли нашего Господа, чтобы мы не забыли то служение, чтобы мы правильно расставляли приоритеты. И при планировании нашего бизнеса нужно заботиться и не забывать о приоритетах Небесного Царства. Дорогие друзья, это обращение к нам, к христианам. Нельзя забывать приоритеты Царства Небесного. Восьмое, что очень часто может произойти в нашей жизни, это проявляется жадность. И когда проявляется жадность, то помним даже истории из Библии. Помните жадный навал? Войска Давида охраняли его стада, ничто от него не пропало, и он знал об этом. И когда тот попросил у него, дай нам еду, дай нам пищу, он проигнорировал и сказал, кто он такой. Мы помним историю Ахана, когда он взял с Иерихона, заклятого города, когда он взял драгоценности, потому что они ему полюбились, потому что они ему понравились. Жадность приведет нас к беде. Поэтому, дорогие друзья, будем помнить об этом. Девятое, это самоуверенность. Появляется самоуверенность. Кстати, английское слово self-confidence, оно звучит как бы правильно, так оно и должно быть. Я понимаю, что да, оно должно быть. Но мне кажется, на русском оно как-то больше отражает вот эту самоуверенность. И знаете, когда оно проявляется, когда мы почувствуем о том, что у нас достаточно денег, у нас достаточно знакомых, таких, которые с властью, которые могут нам чем-то помочь, мы уже уверены в себе, что мы можем что-то сделать, чего-то мы можем достигнуть. И у нас появляется самоуверенность. Когда появляется самоуверенность, придет посрамление. От Господа придет посрамление. Помните про того, которого Иисус Христос приводил от человека, который собрал много урожая? Он собрал все это в житнице, разрушил старые, построил новые, большие. Приходит домой и говорит, все, теперь я могу жить, радоваться, ничем не заниматься. В эту же ночь он умирает. Вот эта самоуверенность, она может нас привести к этому. И мы можем погибнуть не только физически, но и духовно. Поэтому мы должны заботиться об этом. И в послании Якова, в 4 главе, Яков говорит о том, что все те, которые, говорите, мы поедем туда-туда-то, будем торговать, будем иметь прибыль, и не заботитесь о том, чтобы сказать, если Богу будет угодно, то это приведет нас к самоуверенности, которая принесет нам определенные проблемы. Дальше. Как все успеть? Братья, я знаю, что те, которые, вот, и сестры, которые, мы очень часто обращаем внимание на то, что у нас просто не хватает времени. У нас просто не хватает времени. Нам кажется, что если бы в сутках было не 24, а было бы 40 часов, мы бы, может быть, хотя бы половину своих дел сделали. Но если мы смотрим на каких-либо других успешных людей, то мы понимаем, у них тоже же 24 часа были. Почему они такие более успешные, а мы менее успешные? И один из факторов – это мы должны иметь цель. У нас должна быть определенная цель, как или к чему мы стремимся. Когда мы будем иметь цель, тогда у нас будет более ясное видение или понимание, чего мы хотим достигнуть. Второе – это, я хочу сказать, это и работает в моей практике, ежедневник или daily planner. Каждое утро я записываю все, что мне нужно. Я не просто записываю то, что… Ну, лишь бы записать, лишь бы, чтобы у меня мой блокнотик заполнился. Нет. Я их еще распределяю по priority. A, B, C. То есть все, которые идут под категория A, это значит, я должен сделать их в первую очередь. Все, которые идут под B, значит, их во вторую. Под C их нужно в третью. И это очень помогает. Когда мне первый раз об этом рассказали, я этому не поверил. Я говорю, я и так все знаю, я так помню все. Я утром встал, я точно знаю, где мне что нужно сделать, с кем встретиться, кому позвонить. И что закупить, и все остальное. Я все это знаю. Но прошло время, и когда я понял о том, что, оказывается, когда ты записываешь, намного проще и намного лучше. И знаете, когда еще… Бывают у вас, может быть, такие дни, даже если вы не бизнесмен, если вы просто ведете этот свой daily planner. Когда вы в конце дня приходите домой, и вы чувствуете себя полностью разбитым. Потому что, если вы посмотрите, как мой день прошел, то, по сути дела, ничего вам кажется. Вы ничего не успели сделать, ничего не сделано. А если вы заполните вот этот вот daily planner, и вы пройдете по нему, в конце дня все, поотмечаете вот так вот. Я себе отмечаю, у меня красная паста специально, я отмечаю птичкой. Вот это, вот это, вот это, вот это сделано. Приходишь домой, ну и как-то доволен, что получилось вроде бы. Вот хоть что-то сделал, хоть куда-то продвинулся. И это помогает, и даже определенный какой-то даже настрой идет. Вот, очень часто у нас приходят разные, ну такие сообщения, особенно это сейчас на social, это очень часто мы отвлекаемся. Сколько раз в наше время, когда у нас на телефон приходят какие-то notifications, вот, и мы на них отвлекаемся. О, что там нам написали? Что нам там сказали? И очень часто это все, ну совершенно бессмысленные. Я иногда читаю, у меня трое-трое детей, и у некоторых есть из них телефоны. И когда я смотрю, они говорят, ну перейти, что у тебя там постоянно, там пикает, блинкает что-то. Ну-ка давай-ка посмотрим. Hey, how are you? Хорошо. Что ты делаешь? Кушаю. А что потом будешь делать? Ну еще не знаю. А я тоже не знаю. И вот такой вот разговор идет. Я так думаю, вау, стоило вообще отвечать на это или нет? Особенно, знаете, мы даже взрослые люди, нам кажется, ну у нас вроде поважнее, да? Какие-то причины есть. Но если эти причины не важнее в вашем ежедневнике, важнее пункта A, B, C, то, пожалуйста, не отвлекайтесь, этим самым сэкономите много сил и много времени. Распределение своих сил. Вы иногда смотрите на тех людей, которые окружают вас. Вы видите, ну не знаю, там, какого-нибудь Петю Патурайкина. И смотрите, он и это делает, и это делает, и это делает, и это делает. И все успевает. Все у него идет хорошо. Вы смотрите, ну я тоже тогда попробую. Вы берете, и потом остаетесь еще на два часа после работы, потом еще в выходные работаете уже на свое время для того, чтобы наверстать это. распределение своих сил всегда очень важно. И еще одно очень-очень важное. Это самодисциплина. Мы должны учиться себя дисциплинировать, потому что это поможет нам, как и в нашей жизни, в нашем хождении пред Богом, в нашей духовной жизни, точно так же помогает нам и в нашей физической жизни. Итак, есть еще некоторые правила, которые я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, которые относятся о том, форма общения или как мы должны говорить. Вот если смотрите, мы можем по-разному задавать вопросы или по-разному говорить. Вот смотрите, пример такой, да. Я, допустим, являюсь менеджером, да. И у меня есть человек, который работает, который находится, так сказать, под моим супервизион. И первый пример, как мы это можем сделать. Допустим, мы подходим и говорим, Сузи, напиши ответ до обеда, иначе тебе будет выговор. Это первый принцип. Мы можем подойти, так сказать, вот, и жестко сказать, мы же супервайзер, мы же босс, мы же можем заставить, чтобы сделали так или так. Это первый вариант. Второе, это форма убеждения. Мы подходим к этой же Сузи и говорим, слушай, постарайся, пожалуйста, написать вот этот отчет до обеда. Я понимаю, что у тебя время очень мало осталось, и ты очень занятой человек, но нам очень нужно это сделать до обеда, потому что там будут какие-то определенные, там еще люди слушать, или нам нужно отправить это, или еще что-то. Вот, и объясняем им power of why, почему мы это делаем, почему мы об этом говорим. И совершенно разный подход, и совершенно разный подход к этому вопросу. И, может быть, мы сейчас немножко вот ответственность руководителя отвлекемся. Я не знаю, если меня так будет слышно. Я бы хотел, может быть, просто короткий такой пример привести о том, что какие существуют формы общения. Их существует вообще три. И если мы видим вот здесь, да, допустим, вот я как написал, это parent, adult и child. Вот, допустим, если мы разговариваем с человеком, вот смотрите, когда родители говорят своим детям, идите уберите игрушки, как они им говорят? Пожалуйста, ну сходите, ну возьмите, ну сложите свои игрушки. Не так же говорят? Семейные есть сколько вас? Ну-ка давайте, поднимите руку. О, все, смотрите, как мы говорим, иди в свою комнату и убери игрушки. Так мы говорим обычно, да? Вот, мы не говорим их так, не умоляем их. Вот, теперь у ребенка остается два option, которые он может сделать. Первый из них, он может fight back или flight. Поскольку он знает, что мама, папа меня могут наказать, или там они мне не купят что-то, или еще что-то, он говорит, хорошо, я пойду сделаю. Вот точно так же у нас может происходить и с нашими, вот когда мы работаем, в нашем общении. Это работает как в семье, это работает на работе, это работает с любым человеком, с которым мы разговариваем. Вот, на каком уровне мы можем разговаривать, или на каком, в какой форме мы можем это говорить. И у человека в одно и то же время может быть только одна эмоция. Попробуйте сильно злиться и в то же самое время улыбаться. У вас это не получится. Одна эмоция at a time. И ее просто невозможно по-другому каким-то образом сделать. Поэтому, когда вы говорите как супервайзер этой Сузи, пойди сделай, иначе у тебя выговор будет, у нее, мы вот сейчас, мы вот здесь, вот в этом. Ей нужно сказать, окей, хорошо, раз ты сильнее меня, ты меня можешь уволить, мне нужна работа, я не могу сейчас потерять эту работу, она мне нужна, хорошо, ладно, я пойду сделаю. Но в душе-то она не согласна, она-то недовольна осталась. Вот, или же другой, она скажет, кто ты такой? Я тоже личность, и я не хочу этого делать. Ты не должен мной так командовать, ты должен ко мне хорошо относиться. Вот, или так, или так. Вот, поэтому мы должны всегда помнить об этом. Вот, и второе, это вот как бы больше как child, это когда наш, как я уже говорил, что, допустим, наш босс приходит и требует от нас что-то, мы понимаем о том, что нам нельзя потерять работу, нам нужно держаться за эту работу, мы понимаем, что у нас есть биллы, мы говорим, окей, хорошо, ладно, пойдем, сделаем, скрипя душой, но мы идем и делаем. И хоть в этом, хоть в этом мы чувствуем себя uncomfortable. Вот, а вот здесь, вот это вот общение, это когда два взрослых человека, adult to adult, когда мы можем разговаривать на одном уровне. И вот этот вот пример, про который я говорил, что он больше подходит, когда мы разговариваем с человеком на одном и том же уровне, когда мы не включаем его эмоции, потому что каждый раз, когда мы о чем-то говорим, просто за собой проследите, наш мозг, он постоянно, окей, что это значит, что это значит, он постоянно у него такой, радар, работай, что это значит для меня. То есть если, мой один знакомый рассказывал, они в Фиджи ездили, и вот он говорит, мы утром в 5 утра, мы обычно с женой ходим прогуливаться. И вот мы выходим, говорит, а эти Фиджи, говорит, они большие люди, и полностью темные-темные. И говорит, когда вот он идет навстречу, он говорит, выше от меня, вот так на голову, вот так вот в плечах, вот, и мы идем, он идет нам навстречу. Понятия не имея, что от него ожидать можно от этого человека. Но когда он приближается к тебе поближе, он улыбнулся, вот, ты понимаешь, окей, хорошо, ну, значит, он, наверное, ничего плохого не имеет или не хочет, ничего не планирует сделать. Вот точно так же и в нашем общении с нашими людьми. Когда мы говорим в приказном тоне, когда мы говорим, там, я не знаю, заставляем каким-то образом, я понимаю, что строгость нужна. Поймите меня правильно, строгость нужна, но в каком форме, в какой форме она должна выражаться. Иногда действительно нужно сказать, иди и сделай, вот, чтобы у нас потом не было каких-либо дополнительных проблем. Поэтому об этом мы всегда должны помнить. Итак, ответственность руководителя, если вы занимаете какую-либо должность в своей компании или где вы работаете, вы должны всегда помнить о некоторых вещах. Это форма общения, по которым я говорил. Второе, мы должны всегда объяснять направление фирмы. То есть мы должны говорить им, что мы хотим достигнуть или что мы хотим при помощи всех нас. As a team, что мы хотим достигнуть. И это нужно всегда объяснение. Power of why. Уметь доверять. Это большая проблема, и для меня это была проблема, и есть она для меня проблема. Нам кажется, что мы сделаем свою работу намного лучше, намного качественнее, намного быстрее, чем мы можем это объяснить. Потом они сделают не так, потом нужно переделывать. И потом, в конечном итоге, нам кажется, что лучше бы мы уже не давали, уже бы сами это сделали. Четвертое, что очень важно, нам не превозноситься. И об этом я уже говорил, что вот эта форма общения нам может помочь. И личный пример. Если вы приходите на работу в 10 и уходите в 2, а просите от своих людей, которые вместе с вами работают, приходить в 8, уходить в 5, скорее всего, успеха у вас не будет. Следующее, на что бы я хотел, чтобы мы еще обратили внимание, это ответственность рабочего, или те люди, которые работают вместе с нами. Итак, у нас у всех должно быть желание научиться. Когда я пришел в эту новую компанию, первое, что у меня было, я никогда не думал, что я буду заниматься реал-эстейтом. Я понятия о нем не имел. Максимум, что я думал, это я буду, как мой папа, ездить на экскаваторе и копать траншеи, там, арыки или еще что-нибудь. Вот это будет моя работа. Но когда я пришел сюда, я увидел, что это очень интересно, очень важно. И у меня появилось желание учиться. Быть честным. Это относится, опять же, ко всем, к каждому из нас, ко всем нам это относится. Нести ответственность. Как часто приходится нам, когда что-то пошло не так, что-то мы сделали не так, и мы говорим, о, это вот из-за этого, это из-за этого, это из-за этого у нас все плохо. Нет, если ты провинился, приди и скажи о том, что ты провинился. Соблюдать субординацию. В нашей компании вот эта вот субординация тебя могут уволить без предупреждения. Обычно три предупреждения. В этом случае, если человек не соблюдает субординацию, он увольняется на спад. То есть сразу не подчинился, проявил какое-то, не знаю, ну не недовольство, а вот субординация, нарушение субординации. До свидания. Не перепутать карманы. Я это тоже заметил. Происходит один знакомый есть в нашем городе, и я с ним как-то встретился, разговариваю с ним, и он мне рассказывает такие вещи, что он делает с компанейскими деньгами. Босс ему полностью доверяет. И то, что он делает, я говорю, слушай, ты перепутал карманы, ты не можешь пользоваться всем тем, что тебе босс, он вообще знает об этом или нет? Ну, я думаю, наверное, догадывается. Нет, так не пойдет. Ты не должен этого делать. Это неправильно. Это даже, ну, неверующий человек, но все равно не имеет значения. Нельзя это делать. Шестое. Не злословить. Братья, поймите, или сестры, молодежь, поймите вот о чем. Когда мы говорим что-то плохое, что-то говорим негативное, это потом обернется против же нас. Не нужно этого делать, и это учит нас Слово Божие. Готовым быть сделать большее дело. Extra mile. Если вы не работаете, если вы работаете каким-то управляющим, в аккаунтинге, и вы идете по парковке вашей фирмы, и увидели там бумажка, вы знаете, что это работа для джаниториал. Но если вы подберете эту бумажку и положите ее в урну, это extra mile. И все это заметят. Поверьте, это такое происходит. Итак, что же, как мы можем распределять свое время, как мы можем распределять свои финансы, как мы можем служить Господу вот тем даром, который Господь нам дает. И Слово Божие учит нас и говорит нам о том, что в Римлянам в 11 главе, в 36 стихом сказано о том, что ибо все из Него им и к Нему. То есть, братья, сестры, молодежь. Все, что мы имеем, это пришло к нам от Бога. Это не потому, что мы очень хорошие или мы очень послушные, и мы все умеем делать, все правильно, у нас все хорошо. У нас есть возможность заработать. Бог посылает расположение тех людей, у которых мы работаем. Бог дает определенную экономику для того, чтобы мы могли получать. Бог располагает нас работать там. Бог дает нам здоровье, мы можем пойти и заработать. Все от Него и все идет к Нему. Поэтому, когда мы распределяем свои финансы, первое, что мы должны подумать, это все принадлежит Богу. Итак, как мы жертвуем Богу? Что мы даем нашему Богу? И некоторые понимают о том, что я не говорю сейчас о 10 или 10 процентах, но это в Библии есть, в Ветхом Завете, это такой, как бы сказать, пункт об этом о 10 процентах. Если вы начнете с 5 процентов, начинайте с 5. Но как вы получаете? Некоторые понимают о том, что если мы будем, допустим, делать, получили пей-чек, допустим, 1000 долларов, вот теперь у нас есть 600 долларов, нам нужно заплатить за рентом, за лон, за еще что-то, вот 200 долларов нам еще на что-то нужно заплатить, вот у нас остается, там остаток, сколько, 200 долларов, да, у нас остается, мы говорим, хорошо, вот с этих 200 долларов мы можем теперь отдать Богу 10 процентов, 20 долларов, да, получается, вот если о 10 говорим, если о 5, то это 5 долларов получается, я считаю, что это неправильно, если любой доход, который мы получили, мы должны, когда мы получили 1000, мы должны 100 долларов отложить Богу, а 900 потом пользоваться, чтобы эти 900 могли быть использованы туда, и у нас существуют обязательные наши расходы, которыми мы всегда пользуемся, то есть если мы допустим 1000 получили, 100 долларов отложили, обязательных у нас 600 долларов, мы должны, мы уже с 900 отнимаем 600, у нас остается 300 долларов, потом вклад в цель, мы что-то хотим достигнуть, что-то мы, куда-то мы что-то вкладываем, мы определяем для себя, сколько мы хотим положить туда, 10 процентов, 5 процентов, 100 долларов, или по процентам, или по долларам, как вы уже там смотрите, вот, и последнее, это наши второстепенные расходы, когда вы едете мимо, и вам сильно захотелось кофе, вы заехали, взяли за 4 доллара кофе, это второстепенные расходы, и вы должны для себя точно знать, что, а вы можете позволить себе 4 доллара потратить? Это будет второстепенное, но это будет из того остатка, который вам осталось, если вы будете второстепенно ставить, допустим, сразу после того, как вы отдали Богу, да, то ваши все остальные, просто они, развалятся, разрушатся, они не будут работать. Поэтому я извиняюсь, я взял больше времени, чем хотел. 10 минут переговорил. Time management у меня плохой. Поэтому не берите плохой пример, берите только хороший пример. Давайте, может быть, у нас есть еще 15 минут на вопросы-ответы. Если у вас есть какие-то вопросы, то может быть, задайте и брать бизнесмены, не бизнесмены, пожалуйста. Помогайте. Значит, я повторю вопрос, потому что мне попросили, чтобы для камеры это было. Можем ли мы, будучи бизнесменами, делать пожертвования на non-profit organizations какие-то, да, чтобы делать? Я думаю, что те братья и сестры, которые вы занимаетесь бизнесом, вот, вы являетесь, скорее всего, членами по местной церкви. Если вы приносите это в церковь, церковь является non-profit organization, вот, и в конце года вам ваш бухгалтерский состав, в вашей церкви может это сделать, поэтому я думаю, что это вполне, вполне нормально, вполне хорошо. Вот. Допустим, от нашей компании мы иногда делаем какие-то определенные пожертвования, допустим, на Goodwill или еще какие-то, которые нам тоже дают tax credit в конце года. Хороший вопрос. Еще? Очень хороший вопрос. И, значит, вопрос брата был в том, что находясь в России, допустим, да, находясь в России, ведение бизнеса это постоянно, но определенный, так сказать, конфликт между структурами, и если ты будешь выплачивать все налоги, да, или те требования, которые у них есть, то, по сути дела, у тебя ничего не остается, ты ничего не заработаешь. Или же пойти каким-то, ну, может быть, не совсем честным путем. Я очень рад, что я там не имею никакого экспириенса. И я понятия не имею, как ответить. Понятия не имею, как это было сделано, вот, как там делается. Поэтому, прошу прощения, да, да, я не могу ответить. Ага, значит, какая разница между сребролюбием и получением прибылью? Сребролюбие, в чем оно выражается? Мы можем иметь один доллар у себя в кармане и трястись над этим долларом, чтобы вдруг его где-то не потерять. В то же самое время мы можем иметь 10 тысяч долларов в нашем кармане, но наше сердце к нему не привязано. Вот в этом, наверное, больше. Это больше как привязанность, наша привязанность, сердечная, внутренняя привязанность к тому, что мы имеем. Получение прибыли, это, мы говорили в самом начале, систематическое получение прибыли. То есть мы определенно разговаривали с одной женщиной, американкой, она уже в возрасте, у нее довольно большое состояние. И когда я с ней разговаривал об этом вопросе, она говорит, знаешь, Сергей, я, если все сегодня потеряю, но останется моя семья, я буду очень рада и благодарна Богу. Значит, если у вас есть какой-то, в частности, машина, которая оформлена на бизнес, но вы используете ее в своих целях. Я так думаю, что, опять же, это на ваше усмотрение, но я думаю, что если она оформлена на бизнес, то она должна служить для бизнеса в первую очередь. Для своей семьи, допустим, если вы эту же самую машину используете, вы можете, ну, вот так, ну, какой-то average сделать, да, допустим, в течение месяца вы знаете, что вы ездите, я не знаю, 10 дней в неделю, в месяц вы используете ее на какие-то нужды. Вот, то есть, вы заправляете ее со своего кармана и приблизительно вы можете вычислить те расходы, которые будут, допустим, там, поменять масло или еще что-то у меня сломалось или еще что-то. Вы знаете, окей, 75% я использую эту машину для бизнеса, поэтому все мои расходы с этой машиной должны составить 75%. А 25% остается моих, потому что я их использую на свои личные нужды. Я думаю, что так будет, честно. Но уже какая-то грань для бизнеса, где-то не будет. Конечно, конечно, да. Вот. Опять же, я считаю, что это было бы правильно, я считаю, что это было бы честно по отношению к этому, чтобы все это, так сказать, не списывать. Вот. Пожалуйста, еще вопросы есть? Я не знаю. А, значит, вопрос какого характера? Сейчас попробую повторить, скажи правильно, неправильно понял. Когда donation делается for non-profit, это относится к десятине, что можно ли с десятины брать деньги? Или же... это 10-ти сертина, которые человек в 80-х, как вы говорите, церковь привез, чтобы потом меньше такса платить. И это специально для того, чтобы заплатить меньше такса. то есть ты жертвуешь эти деньги для того, чтобы тебе меньше такса заплатить, или ты жертвуешь эти деньги для того, что ты хочешь послужить для Бога? Да. Окей, хорошо. Сам как думаешь по этому поводу? Независимо? Окей. Ну смотри, в общем-то, по сути дела, в стране существует... у вас, у вас, наверное, такого не существует. В стране существует правило, что если мы жертвуем на non-profit organization, любая, то это tax deductible. Это хорошее правило, которым можно воспользоваться. Ты не идешь ни против закона, и ты поступаешь правильно, честно. Есть такой закон, и ты исполняешь этот закон, как он есть. Поэтому, если ты хочешь, допустим, сверху или еще что-то доплачивать, для того, чтобы меньше тебе таксу платить, я все равно рекомендую, несите в свою церковь. Вы являетесь членом церкви, в той поместной церкви, вы пользуетесь, так сказать, услугами в церкви, вы сидите на чем-то, вы используете свет, вы используете воду, и все остальное. Поэтому, несите все в свою церковь. Ага. Вот. А значит, что, возможно, государство использует деньги не совсем по направлению, по тому направлению. Вот. Но я вам даже больше скажу, а кто мы, чтобы им сказать, вы поменяйте, вы вот эти вот, за машину с нас берут, за прапорти с нас берут, они все равно идут все туда. Вот. То есть, я не знаю, я не вижу особой, как бы, ну, разницы в этом. Вы как бы думаете, я лучше пожертвую, чем разница? Что я... Вот. Все в церковь, если сюда, пожалуйста, обратно сейчас. Да. Значит, повторю вопрос, если, допустим, ты в финансиал бизнесе, и тебе нужно дать лон, допустим, пришел человек и говорит, я согласен взять, и все остальное. Вот. А здесь уже зависит все от вашей компании, ты как, если ты работаешь в этой индустрии, ты не можешь диктовать свои правила компании, которые они, ну, каким-то образом могут изменить или еще что-то. Если ты им не дашь, то ты можешь попасть под другую категорию, которую у вас нету, это дискриминация. Вот. А discrimination здесь большое дело. Пожалуйста, брат. Как вы понимаете, вместо изгиблии кто серебра своего не отдает в рост? Кто серебра... Ты весь их можешь прочитать? Ну, там, вроде бы это... Это 14, да? Да, и там говорится о том, что сглажен муж, который... У меня, кстати, только с половинности так, но здесь как бы сглажен муж, который серебра своего не отдает в рост. Да, это 14, это 14-й псалом, да, значит, смотрите, я, как я понимаю, вот именно этот вопрос, или как я вижу в этом... Ну, давай, возьмем тебя в пример, да? Вот. Ты пришел ко мне, у тебя нету никаких денег, и ты говоришь, Сергей, пожалуйста, помоги мне, мне нужно вот купить продукты моим детям, потому что они с голоду. Я говорю, умирают уже там, все, нам кушать нечего. Вот. Я говорю, хорошо, на вот тебе 50 долларов, завтра принесешь 55 за то, что ты у меня взял. Ты думаешь, я правильно поступил? Вот чисто по-библейски. Вот если, зная Библию, ты думаешь, это правильно сделал бы? А если, допустим, давай второй пример привожу, да, вот, ты приходишь ко мне и говоришь, Сергей, я открываю свой бизнес, вот, и мне нужно 30 тысяч, чтобы вложить, я тебе отдам через 5 лет, вот эти деньги я тебе верну через 5 лет, вот, то я говорю, хорошо, я снимаю со своей line of credit, которая у меня есть, но проценты, которые будут идти во время, это каждый месяц, да, вот, с line of credit, ты оплачешь эти проценты. Я отдаю себе в рост или нет? То есть я тебе не, себе лично, я вообще, мое правило, я никогда свои деньги под проценты не отдаю никому. Если кто-то у меня попросил, то я отдал, и все, скорее всего, что, наверное, уже никогда их не вернут, попрощаешься с ними, и все. Вот, поэтому это такой вариант. А вот, допустим, для вложения бизнеса ты делаешь на этом деньги, вот, значит, ты, соответственно, вплати проценты, которые будут на этой line of credit. Пожалуйста. Необходимо ли иметь бюджет? Внутри семьи обязательно, почти 50% семей, скандалы на основе финансов. Нету понимания между мужем и женой, как расходовать финансы. Поэтому всегда за лучшее сядьте вместе со своей женой, если дети у вас старше, поговорите и распределите. Вы получаете определенную сумму с этой суммы, сколько куда пойдет. Вот мы об этом говорили сейчас. Богу обязательный вклад в цель и второстепенные. Вот. Если у вас осталось... Я имею в виду, что там, допустим, еще какие-то 100% оставляют, чтобы вы будете... Все финансисты рекомендуют, так сказать, подушку безопасности. Они называют ее. Это как saving account. И я ее включаю вот сюда, вклад в цель. То есть всегда нужно иметь какой-то определенный. И как финансисты говорят, это должно быть 3 месяца, прожиточных месяца в вашем финансе. То есть если вы платите каждый месяц тысячу долларов, по всем вашим расходам, обязательным, которые у вас есть, вот, вы должны иметь 3 тысячи. Это как ваша безопасность, подушка безопасности. Вот, вы должны это иметь. Окей? 4.30 уже. Нет, извиняюсь. 3.30. 3.30 уже. Я больше не смею вас во время задерживать. Большое вам спасибо. Вот. Так что если еще вдруг появятся какие-то вопросы, подходите, говорите. Если есть какие-то корректировки, тоже подходите, говорите. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»